Тула Сейчас я в данный момент на пенсии. Пенсионерка. Продавцом работала в магазине продовольственном. И сейчас тоже в данный момент подрабатываю на рынке. Самый острый вопрос в жизни Нины Орловской, как и у многих, был жилищный. Долгое время ей было практически негде жить. До выигрыша у меня была очень тяжелая жизнь. Мой муж умер 6 лет назад. Его законный сын отобрал у нас совместную квартиру. Дочка тоже жила с мужем. Муж ее бросил, развелись они. И она тоже теперь вынуждена скитаться была со мной, с ребенком, внуком. Ютились мы у брата. У брата самого дом и шестеро человек. Дети, внуки. Брат у меня очень добрый. Приютил меня. Мы жили в одной квартире. Но все равно нам неудобно было. Куда идти? Бомжевать оставалось всего лишь. Нина Ивановна участвует в лотереях еще с советских времен. Судьба вознаградила ее за такое постоянство. Именно сейчас, когда Нине Орловской это было больше всего необходимо, она выиграла квартиру. Но выигрыш взяла деньгами. Этой суммы в Тульской области достаточно не только для того, чтобы приобрести свое жилье. Обставляю новое жилье, которое я приобрела по лотереи. И мы довольны. Значит, дворик хороший, квартира на втором этаже. Очень много дел, тоже затраты. Но эти затраты приятные для меня. Мечта моя сбылась. Я счастлива. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы жизнь изменилась. Долго ли приобрести лотерейный билет, а потом проверить его? Нина Ивановна из тех, кто верит в удачу. И никогда не забывает дать судьбе шанс. Я приобретаю билеты. И сейчас я уверена, что еще раз выиграю. Я хочу дочери купить тоже жилье, чтобы у них была машина. Тоже хочу выиграть. Ну и еще хочу помогать людям, другим, которые оказались в такой же ситуации, как я или хуже. В сложной жизненной ситуации.